Добра всем! Это вторая часть лекции профессора Сэма Вакнина на тему «Как нарцисс переживает свой крах? Пузыри грандиозности, бредовые решения». Лекция была опубликована 22 мая 2022 года. Ссылка на канал профессора в описании под видео. Все сложные определения, а также их значения, находятся в прикрепленном комментарии. Начинаем! Нарцисс считает, что люди сплетничают за его спиной, насмехаются над ним, лезут в его дела, нарушают его конфиденциальность, взламывают его электронную почту, его аккаунты. Нарцисс убежден, что он является центральной фигурой, на которую клевещут, обращают сверхвнимание, сговариваются, чтобы унизить его, наказать, ввести его в заблуждение, разорить его, заключить в тюрьму физически или интеллектуально. Хотят подвергнуть цензуре его речь, принудить его к какому-то нехорошему действию, напугать его, изменить собственные мысли, расстаться с ценностями, преследуют его или даже хотят его убить. Эти заблуждения рождаются сами по себе. В этих нарциссических умозаключениях нет каких-либо доказательств. Поэтому это и есть самогенерация бреда, вторичного бреда, параноидальных идей. Это ресурс, это форма злокачественного ракового самоснабжения. Параноидальные нарциссы, которые выбрали паранойю в качестве шизоидного решения, воздерживаются от встреч с людьми, от романтических отношений, от секса, от разговоров с другими людьми или даже от переписки. Их жизнь ограничена. Они сами все больше и больше ограничивают себя. Они одиноки в физическом пространстве. Взаимодействие с окружающими минимально. Если коротко, то эти нарциссы становятся шизоидами. Но шизоидами они становятся не из-за социальной застенчивости и не из-за общего отсутствия интереса к людям, а из-за того, что они чувствуют, что этот злой, безнадежный мир не заслуживает меня. Внутренний разговор нарцисса с самим собой выглядит так. Я не буду тратить свое время и ресурсы зря на эту неблагодарную окружающую среду. И нарцисс убеждает себя, что его выживание зависит от ухода из мира. Это параноидально-шизоидное решение. Решение номер 4. Но есть еще одно параноидальное решение. И снова это решение из-за дефицита нарциссического запаса. Другой тип параноидального решения это параноидально-агрессивное или взрывное решение. Некоторые нарциссы, у которых развился вторичный бред, уже являются параноиками. У них параноидальное мышление. Они прибегают к агрессивной позиции, более насильственному решению их внутреннего конфликта. Такие нарциссы становятся вербально, психологически и редко физически абьюзивными. Они оскорбляют, бичуют, наказывают, унижают, ругают и высмеивают зачастую самых близких и родных людей. Часто даже и людей, которые настроены по отношению к ним доброжелательно. Иногда они направляют эту кислоту даже на незнакомых людей. Такие нарциссы взрываются возмущением в неспровоцированных шоу. Взрываются праведным осуждением и порицанием. Это экзогетический бедлам. Они интерпретируют все, даже самые безобидные, невинные комментарии, как предназначенные для провокации и унижения. Их сверхбдительность приводит к паранойе, агрессии и насилию. Такие нарциссы видят страх, отвращение, ненависть и злобную зависть во всем вокруг них. Они бьются об ветряные мельницы реальности. Часто наносят настоящий ущерб не только самим себе, но и другим людям. Это мазохистко-избегающее решение. Нарцисс, выбравший для себя такое решение, таким образом возмущается отсутствием нарцистического ресурса. Он направляет часть этой ярости, внутренней агрессии, на наказание самого себя. Он наказывает себя за его провалы поражения. У такого мазохистического поведения есть выгода. Таким образом, нарциссы принуждают близких и родных взять на себя роль встревоженных зрителей или преследователей. И нарцисс взамен получит ресурс, внимание которого он так ждет. Бечуя себя напоказ, причиняя себе боль, нарцисс заставляет всех вокруг него удовлетворять его потребности или становиться его помощниками и сотрудничать с ним. А эта постоянная атмосфера тревоги, страха и внимания является нарциссическим ресурсом. Самонаказание часто проявляется в виде саморазрушающего мазохизма. Это нарциссическая отмазка. Подрывая, например, романтические отношения, хрупкий нарцисс избегает дополнительной критики и центрирует негативный ресурс. Это переход от явного к скрытому. Причиняя боль самому себе, нарцисс контролирует этот процесс, а значит он хозяин своей судьбы. Может быть, я и потерпел неудачу, но это я сделал это. Может быть, она мне изменила, но это я подтолкнул ее сделать это. Мазохистические нарциссы продолжают находить себя в обстоятельствах, обреченных на провал. Милан написал, что это способ избежать объективной оценки их работы и сделать ее маловероятной. Такие нарциссы действуют небрежно, уходят на половине пути, постоянно устают от скуки, они недовольны. Они пассивно-агрессивно саботируют собственную жизнь, они страдают напоказ и, приняв решение о прекращении чего-либо, они подтверждают свое всемогущество. У меня это было, но я решил это прервать. Они публично горюют, вызывают жалость к себе. Это компенсация. Милан также написал, что это укрепляет самооценку нарцисса вопреки неопровержимым убеждениям в никчемности. Нарциссические невзгоды и страдания представляют нарцисса в его собственных глазах уникальным, добродетельным, праведным, стойким, значимым и святым. Это форма самогенерируемого нарциссического ресурса. Все вышеперечисленные решения являются формами самообеспечения. Парадоксальным является то, что чем хуже страдания и несчастье, чем более вопиющее поражение, тем больше облегчения и восторга. Нарцисс чувствует себя хорошо только тогда, когда ему плохо. Это те решения, которые нарциссы выбирают тогда, когда сталкиваются с дефицитом нарциссического ресурса. Они используют любые возможности, чтобы получить ресурс. Нарцисс реагирует на неспособность получать достаточно нарциссического ресурса таким же образом, как наркоман реагирует на отсутствие конкретного наркотика. Сокращение или отсутствие ресурса – это травма. Нарциссический опыт – это разновидность посттравматического стресса. Нарцисс охотится за обожанием, восхищением, лестью, одобрением, аплодисментами и другими формами нарциссического ресурса. В том числе и за негативным ресурсом, таким как дурная слава, опасность. Когда ему не хватает ресурсов, начинает развиваться дисфория. Это своего рода легкая депрессия, немного как дистемия. Нарцисс выглядит подавленным, его движения замедляются, изменяется режим сна, либо он слишком много спит, либо у него бессонница, меняются привычки в еде, либо он наедается, либо перестает есть вообще. У некоторых нарциссов развивается расстройство пищевого поведения. Нарцисс постоянно грустный и гедонистический. Он ни в чем не находит удовольствия, включая его прежние занятия, хобби и интересы. У нарцисса перепады настроения, приступы ярости, и все его видимые усилия по самоконтролю терпят неудачу. Это то самое состояние, когда нарцисс столкнулся с катастрофической уверенностью в отсутствии ресурса. Он предвидит, он ожидает, он никогда больше не получит ресурс. Поэтому он может навязчиво и ритуально прибегать к альтернативе – алкогольной, наркотической, любовной зависимости, безрассудному вождению автомобиля, шопоголизму. Это все заменители нарциссического ресурса. Этот постепенный распад является тщетной попыткой нарцисса избежать затруднительного положения и сублимировать его агрессивное побуждение, сделав их социально приемлемыми. Все поведение нарцисса кажется скованным, искусственным во время периода отсутствия нарциссического ресурса. Время идет, а он не может получить ресурс. Дальше нарцисс становится все более похожим на робота, становится нереальным. Он начинает напоминать шизоида. Мысли нарцисса постоянно блуждают или становятся навязчивыми и повторяющимися. Он становится более диссоциативным, страдает амнезией. Он кажется далеко в мире его нарциссических фантазий, где нарциссический ресурс в изобилии. Нарцисс уходит от его мучительства, существования от людей, которые не могут оценить его величие, особые навыки, таланты, потенциал или достижения. Нарцисс перестает отдавать себя жестокой, отвергающей вселенной, наказывает мир за его недостатки и неспособность осознать, насколько нарцисс уникален. Гантриб описал это в 60-х годах, взаимодействие с интернализированным плохим объектом. Когда нарциссизм как защитный механизм терпит неудачу, развивается параноидальный бред, о котором я говорил, как о внутренних конфабуляциях, которые ставят нарцисса в центре предполагаемых злонамерений всех людей. Нарцисс становится своей собственной аудиторией и самодостаточным, иногда эксклюзивным источником нарциссического ресурса. Многие нарциссы переходят в шизоидный режим, многие нарциссы изолируют в себя, становятся отшельниками в царстве обиды и боли. Такой тип нарцисса сводит к минимуму социальное взаимодействие и использует мессенджеры как посредника для связи с окружающим миром. Это заместительная форма существования, прокси-сервер без энергии. Истощенный нарцисс больше не может притворяться, поддаваться общественным условностям. Его прежняя маска падает и уступает место открытому избеганию, бунту. Улыбки превращаются в хмурость, вежливость становится грубостью. Ослепленный болью он стремится восстановить баланс, чтобы сделать еще один глоток нарциссического нектара. В этом квесте нарцисс проявляет свое истинное отношение к окружающим людям. Его так называемые самые близкие и родные не что иное, как двухмерные инструменты для удовлетворения, источники снабжения, сутенеры этого снабжения, угождающие его нарциссическим похотям. Я называю их ничтожные другие. К потерпевшим неудачу в доставке наркотика, не сумевшим заготовить для нарцисса запас и источник ресурса. Нарцисс относится как к дисфункциональным, фрустрирующим объектам. Неважно, друзья это, коллеги или даже члены семьи. В своей ярости и гневе нарцисс пытается исправить этих людей, заставляя их снова функционировать. И это связано с беспощадным самобичеванием, с заслуженным самонаказанием. Нарцисс чувствует, что он потерпел собственную неудачу. Его идеализированный образ самого себя делает его перфекционистом. Установленные им же стандарты не могут быть выполнены. В крайних случаях нарцисс погружается в суицидальные мысли. Вот как глубоко он погружает в самого себя и свою зависимость от нарциссического ресурса. Нарцисс окружен всепроникающим чувством злокачественной ностальгии, погружаясь в прошлое. На самом деле воображаемое прошлое, фантастическое прошлое, которого никогда не было. Чем дальше отсутствует нарциссический ресурс, тем больше он прославляет, переписывает, скучает и скорбит поэтому якобы прошлому. Эта ностальгия служит для усиления других негативных ощущений, близких к клинической депрессии. Нарцисс продолжает развивать паранойю. Он придумывает преследование преследующего мира, имеющего это мировоззрение в событиях его жизни и социальных сетях. Такая интерпретация придает смысл тому, что ошибочно воспринимается нарциссом как внезапный переход от избытка ресурса к отсутствию ресурса. И эти теории заговора объясняют уменьшение нарциссического ресурса. Он говорит, люди завидуют мне, ненавидят меня, избегают меня, потому что я лучший. Нарцисс испуган, ему больно, он в отчаянии, он не может держать себя в руках, он разваливается, распадается от переживания собственной пустоты. Это обоющая пустота у него внутри, это зеркальный зал, где никто не отражается. И поэтому он приступает к оргии саморазрушения, предназначенной для создания альтернативного предложения. Он привлекает внимание любой ценой. Нарцисс готов совершить конечный нарциссический акт самоуничтожения как зрелище. Самопоражение и саморазрушение служат самовозвеличиванию. Демонстрация Гёте, сумерки богов, Гитлер в бункере, яркий пример этого. Когда нарцисс лишен нарциссического питания, как первичного, так и вторичного, он чувствует себя выдолбленным, умственно отсталым. Это непреодолимое чувство, испарение, распад на молекулы, ужасная тоска, беспомощность. Нарцисс ничего не может с этим поделать. Это конечная форма беспомощности. Без нарциссического ресурса нарцисс разрушается. Но не как печенька, а как зомби, вампир, которых можно видеть в фильмах ужасов. Это ужасный процесс, на который страшно смотреть. А еще страшнее переживать этот опыт. И нарцисс сделает все, чтобы избежать этого умерщвления. Думайте о нарциссе как об наркомане. Симптомы отмены наркомана и потеря ресурса нарциссам идентичны. Это бред, раздражительность, физиологические эффекты. При отсутствии регулярного нарциссического ресурса нарциссы часто испытывают краткие декомпенсаторные психотические эпизоды. Это также происходит во время терапии или после жизненного кризиса, сопровождающегося серьезной нарциссической травмой. Психотические эпизоды могут быть тесно связаны с другим признаком нарциссизма – магическим мышлением. Нарциссы в этом плане как дети. Патологический нарциссизм, как заметил Фрейд много лет назад, является формой инфантильной регрессии. Многие нарциссы полностью верят в две вещи – всегда, чтобы не случилось, они победят. Другими словами, нарциссы очень невосприимчивы к последствиям своих действий. И это своего рода закон притяжения. Вселенная у них за спиной и зовет, а хорошие вещи всегда случаются с ними. На самом деле это больше, чем просто вера – это убеждение. Нарциссы просто знают, что эти вещи такие же неоспоримые, как гравитация. А это, конечно, очень способствует психозу – отрыву от реальности. Нарцисс считает, что несмотря ни на что, он всегда будет прощен, будет всегда побеждать с триумфом. Будет всегда на первом месте и никогда не будет платить какую-либо цену. Нарцисс бесстрашный. И поэтому воспринимается другими, как одновременно восхитительный и одновременно безумный и безрассудный. Нарцисс приписывает себе божественный иммунитет. Он скрывается под ним, как под плащом-невидимкой. Этот плащ делает его невидимым для врагов и сил зла в процессе заговора против него. На самом деле это детская фантастика, но для нарцисса она очень реальна. Нарцисс знает с религиозной уверенностью, что хорошее всегда будет с ним. С одинаковой уверенностью он знает, что когда-то он растратит это счастливое время в очередной раз. И это болезненный опыт. Его лучше избегать, но это неизбежно. Так что неважно, какая у нарцисса интуиция, какое удачное стечение обстоятельств, какими дарами он наделен. Он всегда стремится со слепой яростью подорвать все это, чтобы деформировать и лишить себя шанса. Тем самым он обманывает себя, что он хозяин своей собственной судьбы, инженер своей собственной жизни, которая полностью под его контролем. Затем неизбежно он становится перед выбором. Выбор, который восстанавливает внутреннюю генерацию нарциссического самообеспечения. Лекция окончена. Благодарю всех за просмотр.